Всем привет! Все мы знаем, что ключевым фактором в контекстной рекламе являются не только ключевые слова, но и объявления, а именно заголовок и описание. Это два самых важных базовых элемента, на которых стоит сосредоточить свои усилия. Меня зовут Алена Полюхович, и в сегодняшнем уроке мы научимся с вами делать убойные объявления для контекстной рекламы. Итак, самый первый и главный этап у нас это прописание заголовков. В Google Ads используется до трех заголовков по 30 символов. В Яндекс.Директе используется два заголовка, первый из которых 35 символов, второй 30 символов. Используйте их все. Но главное помните, что на планшетах и некоторых других мобильных устройствах система может не показывать все три заголовка или же два в директе. Поэтому составляйте заголовки так, чтобы они гармонировали с описаниями и объявление не выглядело странно и без какого-либо из этих заголовков. Ключевое слово в заголовке позволяет повысить релевантность объявления поисковому запросу пользователя. Это повышает CTR объявления, а CTR в свою очередь снижает цену за клик. Вот такая вот небольшая хитрость в контекстной рекламе. Захват внимания это ключевая особенность любого заголовка. Поэтому, чтобы не проколоться на скучном варианте, всегда анализируйте конкуренты, всегда продумывайте различные идеи. Лучшие из них тестируйте, для того чтобы не просто выбирать заголовок на свой вкус, а на основе реальной статистики. Теперь переходим к описанию. В Google Ads используется два описания по 90 символов. В Яндекс.Директе используется одно описание по 81 символ. Используйте их все. Максимально опишите свой товар или услугу, которую предоставляете, чтобы пользователь еще до клика по вашему объявлению понимал, чем вы занимаетесь, нужно ему это или нет. В теле объявления пользователь должен видеть выгоду или же решение своей проблемы. Поставьте себя на место потенциального покупателя и задумайтесь, отвечает ли ваш товар или услуга на вопрос, какую выгоду это мне даст. Простой рецепт. Сначала вы пишете основное ключевое предложение, оно должно быть наиболее сильным. Вторым действием вы пишете другое свое предложение, которое может быть немножечко слабее первого. И только третьим этапом вы пишете call to action, для того чтобы заставить пользователя совершить конкретное действие. Плохой call to action это жми и звони, а хороший это регистрируйся на сайте, начни обучение прямо сейчас. Это помогает прямо обозначить ваше предложение и отсеять нерелевантный трафик еще до клика. Также фильтровать трафик помогают цены в тексте объявлений или же при помощи расширения цены. Пользователь сразу будет понимать, подходит ему эта цена, подходит ему это предложение или же нет. И таким образом сразу же отсеется нерелевантная аудитория. Конечно, вместе с тем отсеется еще часть тех людей, которые колеблются. С одной стороны это плохо, но с другой стороны зачем вам толпа обычных зевак? Следующее это локализация, то есть добавление конкретного региона в текст объявлений. Это очень эффективный триггер для потенциальных покупателей. Даже если ваши объявления показываются, например, исключительно в Киеве, само наличие слова «Киев» в тексте объявления гораздо повышает кликабельность вашего объявления. В отображаемой ссылке указывайте ключевое слово или же коротенькое УТП. Также не забывайте посылать потенциального клиента на релевантную страницу. И не забудьте позаботиться о том, чтобы пользователь нашел на вашем сайте, переходя по объявлению, именно то, что было заявлено и обещано в самом тексте объявления. Используйте расширения, не стоит ими пренебрегать. Используйте дополнительные ссылки. Они физически делают ваши объявления обширнее, больше, соответственно, захватывают больше и чаще, быстрее внимания потенциального покупателя. Особенно это важно в мобильной выдаче. Выбирайте дополнительные ссылки совсем не на обум, а уникально под каждую компанию. Обязательно используйте структурированные описания и уточнения, например, перечислив бренды, которые у вас представлены. Обязательно добавляйте адрес в объявление. Это помогает привлекать клиентов в физические точки бизнеса, а также помогает при продвижении офлайн, например, промо-акции или же там какие-то мероприятия. В AdWords используйте разрешение адрес через Google My Business, в Яндекс.Директе через справочник Яндекса, а также в визитке компании в контактной информации. Указывайте номер телефона с учетом геолокации. Обычно указывают городской номер телефона. Если же ваша компания ориентирована на молодежь, указывайте мобильный номер телефона. На тот случай, если они захотят написать вам в Telegram или же WhatsApp. Реальная целевая аудитория не всегда думает так же, как и мы. Поэтому для каждого разного региона стоит прописать свое уникальное объявление. А для этого вам необходимо, конечно же, изучать своих конкурентов в этих регионах. Ну и напоследок простые трюки, как оформлять объявления в Google Ads. Прописывайте заголовки все с большой буквы. Используйте постановку вопросов в заголовке. Используйте эмоджи, почему бы и нет. Используйте автоподстановку ключа в сам текст заголовка. Используйте цены в заголовке. Ну и, конечно же, многое другое. Если вам понравилось и у вас остались какие-то вопросы, обязательно их задавайте. Не забывайте делиться нашими аудиоподкастами со своими друзьями. Ставите лайки на наших видео на YouTube-канале. Делиться с друзьями и задавать свои комментарии. И до новых встреч!